Девушки отдыхают Говори, мы все придумали для них Я зашел в интернет специально посмотреть, кто что придумал Мужики, мы ничего не придумали Все для нас придумали женщины Точнее даже так Мы кое-что придумали, но не доделали это вообще Потому что все самое лучшее изобрели вы И сейчас мы в этом разберемся Мужчины придумали подводную лодку, но не придумали вообще Вообще даже никак не смогли придумать перископ Мужики не придумали перископ, это женщина сделала Первая подводная лодка мужская выглядела вот так, покажите Клянусь вам, просто бочка упала в болото Посмотрите, ни дверей, ни окон, нет ни хрена Мне кажется, мужики первое время просто с палкой из люка Вот так вот плавали, искали, где берег Реально? Представляете, мы не придумали, как смотреть, куда плыть Из этой лодки надо было высовываться Представляете, дядя Смотрит, из берега ему жена кричит Юра, ты Иисус! Просто мы дебилоиды, да, да, девочки, да, это так Мы не смогли придумать перископ себе Перископ это сложная система зеркал, которую вы, девочки, придумали для того, чтобы смотреть в труднодоступные места Мужик придумал только одну систему зеркал, чтобы смотреть в труднодоступные места Зеркальца привязать и вот трусы белые у неё, смотри Всё, больше ничего не придумал Автомобильные дворники и глушитель придумали женщины Мы придумали всю машину, вот всё придумали Но как стирать говно, вот не придумали Просто как сделать потише, не придумали Представляете эти первые поездки на машине? Поехали, к матери тебе отвезут А-а-а У неё кровь из ушей льётся Галя, протри давай, она Её в ветке Да, синица в рот, сука, медведь. Просто не могли придумать ничего, понимаете? И вот в этой вот темноте, докуда-то доезжает мужик, врезается, выходит посмотреть, кто это. А там подводная лодка. Щупает. Нам, Кадди, где вода? Где вода? Щупает подводная лодка. Атас. Женщины, вы придумали посудомоечную машину, девочки. Мужики, мы, мужики, проявили здесь себя максимально подскудно. Мы признали посудомоечную машину как изобретение, представляете, это научный факт. Через 40 лет. Моисей евреев столько не водил по пустыне, клянусь вам. 40 лет. Мне кажется, жена приходила и говорила, дорогой, я придумала посудомоечную машину. Так иди на реку, мой песком ты. Она стирает автоматически. Отдай, пожалуйста, мою тарелку собаке, пусть она ее оближет и накладывай второе. Это мы, это мы с вами. Вдова Клико придумала шампанское. Шампанское придумала вдова Клико. Девочки, дорогие, вы сами придумали, как вас подбухивать. Сами, для себя. Вы придумали технологию рюмажа, которая делает напиток кристально чистым и избавляет от осадка. Представляете, мы, мужики, до появления шампанского, какой шмурдяк пили вообще. Мне кажется, она вдовой стала, потому что сказала, Юра, ну не пей ты это говно, ну, пожалуйста. Да нормально все будет, че ты, вдовой не станешь. Тряпка, гусь. Просто вандалы, дикари. Итак, женщины придумали, внимание, сейчас вам быстренько расскажу. Складную кровать для того, чтобы когда в гости приезжает ее мама, было бы где спать мне. Сигнальную ракету, потому что ты когда из окон без дверей отправляешься в дальнее плавание, тебе без сигнальной ракеты пипет. Женщина придумала лекарство от герпеса, потому что она знает, с чем ты вернешься из дальнего плавания. Она в курсе. Женщина придумала мусорное ведро с педалью, вот это, потому что она заколебалась нагибаться, а там уже этот, вот тросы белые, смотри, это, дебил, ходит за ней зеркальцем. Женщина, вы придумали микроволновку, спасибо вам огромное, но мужики, они придумали микроволновку, чтобы разогревать еду, не чтобы там яйца взрывать, не чтобы фольгу туда положить, она и скрыться. И он, Галя, лилипутов, Новый год, иди скорее. Новый год у лилипутов, смотри. Внимание, также женщины придумали котел отопления, предельную машину, спасательный плод вы придумали, медицинский шприц, роторный двигатель, бронежилет, силикон, вай-фай, сотовую связь, вы придумали все, все для нас. Мужики, но самое обидное, что нас не только женщины обошли в изобретениях, нас обошли даже дети. Дети изобрели больше и лучше, чем мы. Смотрите, дети изобрели дети, снегоход, наушники с мехом, шрифт для слепых, пластилин, батут, эскимо на палочке придумали дети, сами для себя. Да, я даже не представляю, как раньше мороженое детям вообще давали. Дяденька, вот пять копеек вам дайте мороженое. Держи, малыш. С мамкой приходи потом, посмотрю, трусы какие у нее. Реально. Мне кажется, дети просто в какой-то момент задолбались огребать от взрослых за то, что испачкались в мороженке. И придумали себе палочку. Но я уверен, мы их даже не услышали. Я уверен, что ребенок приходил и говорит, я опять испачкался в мороженке. Ах, ты тварь. Но я придумал палочку для мороженка. Какую еще палочку? Не бейте меня, я от этого тупею. Я хочу стать блогером. По-моему, надо вложиться в биткоины. У меня роман с Бузовой. С Бузовой роман у меня, по-моему. У меня роман с Бузовой. Это мы, мужчины. Женщины, дорогие, спасибо вам большое за то, что вы все придумали и все додумали для нас. Это от нас, от мужчин. Аплодисменты вам. Более того, я вам скажу, я тоже про себя думаю. Я мужик, я крутой. Я придумал весь этот монолог. А концовку, концовку не смог придумать. Поэтому концовку придумала моя супруга. Моя супруга Лейсан. Итак, концовка от моей супруги Лейсан. Да, спасибо. Лейсан, я люблю тебя. Я боготворю тебя, ты лучше всех. В мире очень много женщин, но мне они совершенно не нужны. Более того, мне не нужна одежда. Мне не нужны деньги, я все отдам тебе. Работать 24 часа, это моя мечта. Я дышу только тобой. Я кланяюсь в пол только тебе. Всего хорошего. Паспорта взяли? Работать же направо, нет? Мы не летим в Сочи. Проведем наш отпуск в Подмосковье. Раздорачивайся! Что ты, гад, а мы не хотели, чтобы ты заранее видела этот санаторий? Прям очень плохой, да? Наоборот, Катюш. Вот. Новый комедийный сериал «Тенте». Плохой отдых с вертолета не начинается. Это очень крутое место, Леш. Красотища. Обалдеть. Объедение. Порагуляться пошли. Отлично. Тут камера везде. На тебя смотрят все, Катя! Это же наша училка по географии. Мы запускаем грандиозное реалити-шоу, в котором примут участие семьи. И каждая из них будет бороться за звание «Идеальная семья». Мы на реалити. И твои сиськи сейчас увидела вся страна. Ольга Медынич, Павел Деревенко, Борис Дергачев, Вячеслав Манучаров. «Идеальная семья». С понедельника по четверг в 8 вечера на «Тенте».